Здравствуйте! Сейчас хотела бы поговорить с вами о моей парфюмерии. Парфюмерия лет 5 назад занимала в моей жизни очень важную роль. У меня было прямо какое-то маниакальное помешательство на эту тему. Я скупала ее в больших количествах, читала различные отзывы на сайтах, смотрела видеоролики с обзорами на YouTube и вот прям этим и жила. Мне казалось, что чем больше у меня будет туалетных воздухов, различных ароматов, тем лучше. Ну а сейчас время прошло и моя любовь поутихла. И ароматы, к тому же, я стала любить совершенно другие. Раньше это были какие-то такие цветочные, тяжелые, восточные ароматы. Теперь я люблю больше легкие ароматы. Раньше мне казалось, что аромат должен быть такой богатый, как вот от дорогой женщины, чтобы вот так пахло. Сейчас мне кажется, что такие ароматы удушающие, они дарят. Да, конечно, они красиво, они красиво раскрываются на теле, но сейчас под мой возраст, мне кажется, что это придает излишний возраст. А легкие ароматы, они, во-первых, они на повседневку больше подходят и как-то все-таки окружающим их легче переносить. Потому что было такое, что про аромат я начитала, что он такой богатый, такой взысканный, великолепный. Я приходила, его нюхала и да, действительно, это мне казалось просто волшебное что-то. А потом, когда я наносила его, мне вот так вот люди становились и говорили, господи, дай воздуха. Итак, ароматов у меня осталось очень мало. И почему я этот ролик снимаю? Потому что в последнее время у меня появилось опять желание пополнить полочки своих ароматов, но что-то уже, как я сказала, такое нежное, женственное, легкое. И вообще я люблю всегда все женственное и нежное. Значит, из самых старых начнем, которые у меня уже давным-давно, вот как раз-таки, чуть ли даже не с тех времен. Кошарель. Амор-амор. Не буду описывать ароматы. Кому интересно, тот придет и понюхает в магазине. Аромат сладкий. Вот, кстати говоря, может быть, этой зимой я попробовала опять возобновить его применение. Может быть, мне понравится. Аромат сладкий. Какой-то с ванилью, что ли. Сколько здесь у меня? 30 миллилитров. И вот до сих пор я все еще не выпрыскала. Вообще, я люблю пользоваться ароматами не то, что взял один, и вот, как говорится, это мой аромат. Я хочу ассоциироваться у людей с этим ароматом. Это я не люблю. Нет. Я считаю, что аромат должен быть под настроение, под время суток, под время года. И ароматы, когда ты к ним привыкаешь, ты перестаешь их чувствовать. Мне это не нравится. Я люблю одевать вещи и чувствовать, что вот, да, я, к примеру, сегодня подушилась, или там вчера даже, или неделю назад, и чувствовать этот запах. Ну, и бывает, что даже вот, чтобы если я шла, чтобы от меня немножко я чувствовала. Конечно, от себя запахи мы практически никогда не чувствуем, но я люблю ощущать, что я запах нанесла. Вот, а если я пользуюсь, к примеру, месяц, все, я перестаю это ощущать, и я меняю аромат. Значит, первый Кошарель Амур Амур. Неплохой, нормальный, не удушающий, но такой сладковатый. Следующий у меня от Кинзо вот такой вот аромат, тоже какой-то Амур. Мне он нравится очень. И я его прям покупала, хотела я его, попался мне в пробник в Рим Гоша, понравился безумно просто, и я побежала его покупать. Но случилась неприятная вещь. Ребенок мне его уронил. И не разбил, а отвалилась вот эта вот помпочка, да, пипка, которая, распылитель. И все. И вот сколько у меня здесь, вот столько его. Не знаю, как пользоваться. Хотя аромат очень такой, знаете, цветочный, слегка сладковатый даже. Но даже не слегка, а сладковатый. Аромат красивый. И вот что мне в нем нравится, то, что он шлейфовый. Я очень люблю шлейфовые ароматы. Вот мне это важно. Вот идет, когда женщина, и от нее, вот знаете, или девушка, и вот ты идешь и прям сзади вдыхаешь, вот она идет, и вот этот аромат, шлейф от нее, это просто красота. Я обязательно, вот когда выбираю ароматы, я даже бывает у продавца спрашиваю, какой шлейфовый, вот я люблю шлейфовый аромат. Ну, вот, к сожалению, не знаю, что с ним делать. Попользовалась бы я бы с удовольствием, на самом деле. Нравится безумно, но пробовала, причем, вот эти пипки менять от других, ничего не подходит. И даже если она нажимается, вы знаете, вот течет вот все вот по флакону, по рукам, и получается, что я вообще вся пахну, и я потом руки не могу отнуть. Это тоже не делаю, потому что с ароматами перебарщивать нельзя. Опять-таки, чтобы не быть удушающими для других людей. Один из моих самых любимых ароматов, у меня тут осталась вообще просто капелюшечка, и я просто не выбрасываю, только потому что я иногда хочу понюхать, послушать, да, как говорят. Это лан ван, лан ван, лан ван, лан ван, лан ван, наверное. Сколько у меня тут тоже, 30 миллилитров. Этот аромат очень старый, он очень распространенный, ну вот он прям такая нежность, очень приятный. Мне прям, вот это один из самых любимых ароматов. Появился он у меня очень давно, лет, наверное, 12-13 назад, первый флакончик. Потом, когда я была беременна первым ребенком, уже у меня такой был хороший животик, уже мне надо было скоро рожать. Муж сделал мне подарок и подарил мне такую большую, 100 миллилитровую упаковку. Я им тоже долго душила. Потом у меня его не было, потом купила еще, и вот это, наверное, у меня уже пятый. Но это моя любовь. Я, наверное, еще все-таки куплю. Хотя он распространенный. Я часто слышу тоже этот запах на девушках и женщинах. В основном на женщинах, на девушках мало. Но он тоже безумно шлейфовый, очень нежный шлейфовый аромат. Все-таки я куплю обязательно еще. Так, еще у меня Dolce Gabbana Dolce. Это мне дарил муж. Запах не очень мне нравится. Он вроде ничего, неплохой. Я им даже пользуюсь, но вот он какой-то... В общем, мне не нравится. Напоминает мне, вот как бывает от женщин таких возрастных пахнет. Вроде он свежим пахнет, все-точным. Ну вот, знаете, типа вот как есть Дона Кара, вот зеленое яблочко тоже мне что-то, вот оно как-то мне не идет. И вот это вот тоже. Не знаю. Но я, конечно же, пользуюсь от чего? Куда девать? Притом, что он не то, что мне вот категорически не нравится. Просто вот я бы сама не купила. Не люблю такие ароматы. Следующее, то, что я купила сама, весной этой, кинзу аква. Просто захотела какой-то новый аромат. Пошла, услышала, что рекомендует предавец-консультант Бревгоша, по-моему, я была другой девушке. И решила подойти посмотреть. Он был по акции, поэтому я его взяла. Вроде как ничего, мне он понравился. Аромат и цветочный, и вроде как немножко фруктовый, что ли. И свежий, и в то же время какой-то терпкий. Неоднозначный аромат. Шлейфовый. И очень стойкий. Очень стойкий. Если вы подушились, вы будете пахнуть им долго. Мне аромат нравится. И им пользуюсь я вот сейчас, в данный момент, осенью. Но что-то вот сначала мне муж сказал, что от меня вроде как пахнет, как освежителем воздуха даже. Но сейчас вроде я пользуюсь ничего, молчит. Но вообще, я когда им попользовалась, пришла за ребенком в садик. И мне сын сказал, мама, чем ты так вкусно пахнешь? Потом мне дочка сказала, мама, тебе так вкусно пахнет. Ну и судя по тому, что все-таки муж молчит, потому что он у меня такой критик знатный. Неплохой аромат. Нормальный. Но больше не куплю, конечно. Нет, это не то, что вот как вот это вот, это любовь. Нет. Это такое вот, единоразовое вот эти все похоже. Что и это вот. Ну и что это, в принципе, тоже как бы. Я бы все-таки, хоть мне нравится очень, но повторять бы я уже нет. Не стала. И последний аромат, который равносильно с этим, является моим самым любимым, фаворитом моим. Даже больше, чем этот, потому что это слишком такой, ну уже поднадоело мне, конечно, сколько лет. Это Шанель Шанс. Вот такой вот слегка как розовенькая водичка, да. Вот это очень вкусная вода. Очень прям вкусная. И она тоже шлейфовая, как я люблю. Цветочный запах. И для меня он немножко с такой, с кислинкой. Вот ты подушишься, и в тебе все делают комплименты. Это очень дорогой, очень стойкий запах. Все-таки Шанель есть Шанель, да? Хочу попробовать еще другие. Я видела такой зелененький, Alfreche, по-моему. Но чего-то, по-моему, он мне напомнил вот этот, опять-таки. Что-то такое. Или мне так показалось, не знаю. Надо еще раз понюхать, какие там есть. Вот я как раз вот и думаю, что мне сейчас пойти примерить. Какой-то такой аромат из линейки Шанель. Или, может быть, посмотреть сейчас от Dior какой-то, какая-то новая туалетная вода. Joy, по-моему, реклама идет. Розвенькая такая. Мне кажется, тоже очень вкусная и нежная. В общем, вы поняли, да? Что я люблю нежные ароматы. Нежные, женственные и шлейфовые. Вообще ароматы очень важны. Если вот говорить вот как по аромату мужчина воспринимает женщину, как вот ее образ, да? Вот есть такие ароматы, когда идет, вот он, к примеру, кушает или там пишет что-то на работе. И проходит девушка, и он поднимает голову и смотрит, что это за девушка. Ему хочется ее узнать. Посмотреть на ее лицо, на ее фигуру. Вот такие должны быть ароматы обязательно. Мужчина вообще воспринимает девушку в совокупе. Он не видит, какие у нее брови, какой у нее маникюр, что там конкретно, какое у нее украшение. А вот как раз таки с помощью аромата мы вот это все завершаем. То есть создаем очень аппетитный образ женщины, девушки. А если мы надушимся, какими дорогими духами. Но они, как говорится, вырви глаз. Так же, как у меня был от Шанель духи, маленькие вот такие духи. Да, они были дорогие. Да, аромат. Видно, что такой вот он непростой, да? А аромат солидный. И на каждый день. Ну, извините, нюхать такую девушку не хочется. Она и пахнет невкусно. От нее может заболеть голова от этой девушки. Если ты посидишь с ней полчасика там в кафе, да, или в кино. А вот такие ароматы, когда мужчина так хочет понюхать, насладиться этим. Такие ароматы должны быть у девушки. Я не говорю, что именно этот, да. А я вот просто говорю, что такие ароматы, которые приятны мужчинам. Есть даже такой список там 10-15 ароматов, которые нравятся мужчинам. А мужчинам нравится прежде всего нежность. Так что вот, рассказала я вам о своих ароматах. Когда куплю что-то новенькое, обязательно покажу. Надеюсь, что это будет скоро. И посмотрим, что же я выберу. Все, всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok